Российские компании обманули таджикских сельхозпроизводителей. Власти Таджикистана закрыли все мадресы в Сагдийской области. Встреча министра МВД с послом Белоруссии. Председатель Союза журналистов Таджикистана пытается угодить властям. Министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Сатори сообщил, что российские компании нарушили договор о закупке сельхозпродукции. По словам таджикского министра, в начале этого года представители сразу нескольких российских компаний, занимающихся заготовкой сельхозпродукции, договорились с местными производителями о поставках в Россию картофеля и лука. Однако договоренности не были выполнены, что стало причиной значительных убытков таджикских фермеров. Таджикские производители выполнили свою часть договора и подготовили продукцию к экспорту, однако российская сторона обещания не выполнила. Крестьяне были вынуждены выставить свою продукцию на местных рынках по низким ценам. В результате хозяйства понесли убытки, заявил министр. Эксперты допускают, что произошедшее связано с возобновлением экономических отношений России и Турции, и, судя по всему, российским компаниям были сделаны более выгодные предложения, вследствие чего они нарушили договоренности с таджикскими фермерами. В ходе пресс-конференции по итогам первого полугодия 2016 года, состоявшейся 20 июля 2016 года, исполняющий обязанности заведующего отделом по делам религии, упорядочению традиций и национальных обрядов исполнительного органа госвласти Сахдийской области Сухроп Рустамзода, сообщил журналистам, что всем мадресе, функционировавшим в области, а их было пять, отказано в разрешении на возобновление деятельности в связи с тем, что их уставы не соответствовали установленным требованиям к подобным учебным заведениям. Он напомнил, что деятельность всех пяти имеющихся мадресе в Согде временно была приостановлена еще в июне 2013 года. Обучение в этих мадресе временно было приостановлено до получения разрешения Министерства образования Республики Таджикистан и согласия соответствующих ведомств, сказал Сухроп Рустамзода. В Таджикистане имелось всего шесть мадресе, пять из которых находились на территории Сахдийской области, в которых обучалось порядка 300 учеников. Следует отметить, что еще одно мадресе, функционировавшее в городе Дошанбе, где обучалось более 500 учеников, в 2014 году было преобразовано в общеобразовательную среднюю школу. Таким образом, режим Рахмона в ходе своей антиисламской кампании идет на самые дерзкие шаги для подавления ислама в стране. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился 20 июля 2016 года в городе Дошанбе с послом Белоруссии в Таджикистане Олегом Ивановым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере предотвращения и борьбы с транснациональной преступностью, в частности, с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщила пресс-служба МВД Таджикистана. Отметим, в Республике Белоруссия на границе с Польшей накопилось достаточное количество граждан Таджикистана, переправляющихся в Европу в поисках убежища от преследований режима Рахмона. Накануне встречи министра МВД Таджикистана и посла Белоруссии, в Белоруссии были задержаны несколько граждан Таджикистана, а также власти этой страны усилили проверку документов в местах скопления мигрантов из Таджикистана. Не исключено, что после этой встречи белорусские власти начнут депортировать граждан Таджикистана или же начнут оказывать на них давление на территории Белоруссии. Некоторые таджикские общественные деятели ради сохранения своих должностей и чтобы выслужиться перед режимом Рахмона уже готовы лгать 8-миллионному населению Таджикистана и всему миру. Новый председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатуло Исмаил Зада, назначенный на эту должность в начале текущего года, заявил, якобы властями Таджикистана созданы благоприятные условия для журналистской деятельности, а цензура в стране отсутствует. «Правительством Таджикистана созданы благоприятные условия для журналистской работы, нет цензуры, и мы не должны пользоваться этим, готовя сенсационные информационные материалы, создавая в обществе экстремистские настроения», сказал Исмаил Зада 25 июля на встрече с журналистами в Сагдийской области. Напомним, что по версии Международной организации «Репортеры без границ», Таджикистан занимает 150 место среди 180 стран в рейтинге давления властей на СМИ.